На этой неделе в крае стартует главное культурное событие года. Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае начинается в субботу 20 июля. А 25-го мы будем отмечать день рождения Василия Макаровича. И этот год для оценителей его творчества и нас, земляков, особенный. 2024 год, 95-летие «Шукшина». О фестивале и праздничных мероприятиях сегодня поговорим с министром культуры Алтайского края Еленой Евгеньевной Безруковой. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите начать наш интервью немножко, может быть, неофициально, неформально. Хочется в такой год поговорить о Василии Макаровиче, как о человеке, который, наверное, влияет на каждого жителя нашего края, о том, как вы с ним познакомились. Есть ли герои, которые особенно вам любимы, потому что похожи, может быть, где-то на ваших знакомых, может быть, где-то на ваши черты характера? Потому что Шукшин, наверное, для каждого свой. Ну, здесь по-разному у всех складывается. И мне кажется, что личная встреча, вот эта субъективная с автором, она может произойти совершенно не тогда, когда ты первый раз его прочитал или посмотрел фильм. Потому что я не помню, какой рассказ я первый прочитала у Шукшина, наверное, в школе. И даже не помню, какой фильм посмотрела. Я помню рассказ, который меня, что называется, прострелил первым. И он совершенно неочевидный и, может быть, не столь широко известный. Это маленький рассказ осенью, где буквально три действующих персонажа. Мария, Филипп, который ее любил в молодости. Ну, вот он выбрал не свое, как бы, сердечное чувство, да, а какие-то идеологические подходы. Ей нужно было обязательно венчаться, она была из такой семьи, а он был такой коммунист, как бы, это было не положено. Ну и, в общем, решили, что им не по пути. А потом ему, как паромщику, довелось ее гроб переправлять через реку. И он увидел ее уже, когда жизнь прошла. И он понял, что он всю жизнь любил эту женщину. И они не встретились. И вот он встретил ее только сейчас. И вот это понимание, что, а что ты выбираешь жизни, ты правильно выбираешь или нет? Я помню, что у меня была какая-то оторопи. А, например, с директором Шукшинского музея, с Мариной Торопчиной, мы совпадаем в том, что у нее, когда ее спрашивают, какое ваше любимое произведение у Шукшина, она говорит, а мое любимое у Шукшина – это публицистика. Мое любимое у Шукшина, вот прочитав все, что я читала, это публицистика. То есть мне он интересен как мыслитель, как человек, который выдает такие меткие афоризмы, какие-то очень точные суждения о жизни, которые мне кое-где пригождаются. Знай больше других, работай больше других, вот и вся судьба. Классно же? Многим можно было посоветовать эту фразу. Ну мы отвлеклись, давайте к программе. Да, 70 мероприятий вошли в программу Шукшинских дней на Алтае в этом году. Проходить они будут в 13 муниципалитетах. Очень большая программа. На ваш взгляд, расскажите о тех мероприятиях, которые, возможно, проходят впервые, или те, которые нельзя пропустить, чтобы наши зрители из этого многообразия выбрали что-то для себя? Очень сложный выбор на самом деле. В том числе, если бы я была просто зрителем, мне было бы сложно определиться, на что сходить так, чтобы все успеть. Во-первых, у нас пять направлений в кинофестивале, а кино – это только часть. У нас просто потрясающий фильм «Открытие». «Смотри на меня», режиссера Владимира Грамматикова, великого режиссера. И это будет первый публичный показ в России. Был только закрытый показ и больше нигде. На экраны фильм выйдет только осенью. У нас есть впервые анимация. Это вне конкурсное направление, но, тем не менее, очень ярко, интересно. И приедут просто киты анимации, которые создавали знаменитые мультипликационные российские сериалы. Мы не смогли обойти стороной такое направление, как фильмы об специальной военной операции. И у нас наиболее громких событиях будет показ фильма «Битва за Мариуполь» с создателями этого фильма. Ну и история этих съемок – это самостоятельно очень интересная и очень сложная, непростая история. Выставки, их всегда много, их всегда бывает несколько. Они всегда бывают в Барнауле и Сростках. Но та выставка, которая открывается на площадке театра драмы, конечно, в день ее открытия ее смогут посмотреть те, кто придут на саму программу открытия. Но она будет работать до новогодних каникул. Поэтому, приходя на любой спектакль, поднимайтесь на второй этаж. И «Шукшин», и «Мосфильм» – это тема, то ли, тема «Мосфильма», которую мы в этом году подсвечиваем особенно. Новый балетный спектакль в лаборатории Владимира Викторовича Васильева. По мотивам произведений сибирских писателей, прежде всего Василия Макаровича. Четыре молодых постановщика, очень знаменитых, уже работают сейчас в Барнауле на выпуске этого балета. И премьерные показы, мировая премьера, правильно сказать, мы увидим 24 и 25 числа. Впервые, и именно в день рождения Василия Макаровича, и не в Барнауле, а в Бийске, аж на четыре дня стартует и будет работать книжный фестиваль на Петровском бульваре в Бийске. Потому что нам хотелось именно саму дату 25 числа отметить чем-то таким. А я напомню, что Шукшин сам про себя говорил, что я прежде всего писатель, а потом уже актер, кинорежиссер. Литература – это номер один была в его мышлении, в его понимании. И вот книга, книжный фестиваль, литературная тема – это важно. Его книжный фестиваль в Бийске, он будет показывать целый ряд издательств и, конечно, встречи с писателями. Поэтому большая линейка, очень много интересного. Действительно, география далеко выходит за рамки Барнаул-Бийск с Ростки. Ну и, конечно, отдельно мы выносим некоторые события. Например, показываем лабораторию, которая у нас была в мае, и которой делали пять съемочных групп наших под руководством московских мастеров. Будет показ в кинотеатре «Мир». Будет отдельная деловая программа для людей, которые занимаются кино профессионально или хотят это делать. А как же можно использовать технологии искусственного интеллекта сейчас для того, чтобы какие-то процессы облегчить, оптимизировать и больше дать волю творчества, а что-то, наоборот, сделать более современным, удобным и коротким в исполнении. Потому что кинопроцесс – это же довольно затратная история. А внедрение этих технологий позволяет, ну, что-то, может быть, отчасти упростить. Огромная, большая программа. Ну, а 70 – это только в основной афише. Но, знаете, если складывать все кинопоказы, мы показываем, например, фильмов только 50, да? Или, например, программа «Авбийский» включает порядка 130 событий. То есть их очень много. И вот это распределение Шукшинского фестиваля – это прям такое очень широкое русло. Что касается билетов, по-моему, в этом году новшества, да, нужно будет через сайт получать? Да, так на многие фестивали уже делают, и мы тоже решили в этом году сделать именно так. Многим людям это очень удобно, потому что ходить за билетом – ну, это время. Поэтому регистрация электронная на фильмы кинофестиваля, напомню, что все фильмы мы показываем бесплатно, это условия фестиваля. Но сегодня открылась регистрация на фильмы «Полного метра» в Барнауле, поэтому можно пройти по ссылке и на сайте Шукшинского кинофестиваля приобрести электронный бесплатный билет. Сделать это рекомендуется быстро, потому что билеты уходят как горячие пирожки. На фильм «Открытие» они ушли буквально в течение рабочего дня. Поэтому какое-то небольшое количество билетов мы оставляем, ну, скажем, для лиц старшего возраста, потому что им так удобнее. Ну, основной поток будет, конечно, вот такой электронный. К кинофестивалю еще всегда внимание повышенное из-за звездных гостей, которые проходят по красной ковровой дорожке. Уже, конечно, наши коллеги рассказывали, но давайте еще раз публике нашей озвучим, кто же в этом году приезжает на кинофестиваль. Да, я скажу о том, что, знаете, у нас на Шукшинских днях на Алтае мы принимаем в этом году людей разных направлений. Кинематографисты, это и артисты, и режиссеры, и писатели, и музейщики, и участники фестиваля «Чудики» и так далее и тому подобное. Около 140 человек. Конечно, скажем, на вершине известности, да, на основной повестке лица, которые мы знаем по кино, это артисты. Поэтому нам очень приятно, что в этом году у нас будет и на красной дорожке, и с творческими встречами в Барнауле и в Бийске Ирина Алферова. У нас церемонию открытия будет вести Иван Шахназаров, сын Карены Шахназарова, молодой артист. У нас приезжает человек, который есть, которому что сказать про шукшинскую тему, про работу Шукшина. Это Наталья Бондарчук. Приезжает на нас дочерью с Марией Бурляевой, которая тоже у нас бывала и которая тоже есть что сказать. У нас будет замечательная исполнительница Елена Фролова с творческими встречами в Барнауле и в Бийске. Я уже упомянула Владимира Граматикова, ну, большой величины в кинематографическом мире, известный кинорежиссер. И в направлении анимационных фильмов у нас тоже будут очень крупные фигуры. Владимир Герасимов и другие, которые действительно являются признанными авторитетами в своих направлениях. Сразу вопрос спрошу, такой вот прикладной, да, насчет полной программы. Есть ли где-то она вот целиком, чтобы зрители смогли зайти и выбрать, куда же они пойдут? Да, самый удобный способ, который я советую, это ВКонтакте подписаться на страничку «Шукшинские дни на Алтае» дробь «Шукшинский кинофестиваль». Мы выкладываем все анонсы. Полная программа размещена у нас на сайте Министерства культуры, но программа, она просто технически не может быть сужена до одной афиши. Поэтому афиш у нас несколько. Афиш основных событий у кинофестиваля, у всех направлений свои афиши, полный метр, короткий метр, документальный, анимация по СВО. Отдельная афиша, литературный перекресток. И на отдельные события, на отдельные творческие встречи тоже на все отдельные афиши для того, чтобы было удобнее информировать и приглашать людей. Поэтому для себя поймите, что даты с понедельника по субботу, это идет «Шукшинская неделя» с 22 по 27. 27 это сростки. В сростках программа на пикете начинается в 16.00. Все время с 10 утра. Улица Шукшинская, это мастера народные, уникальные со всей России чудики. Это на стадионе песенное творчество, это две выставки в обоих корпусах музея, это на всех усадьбах музея что-то происходит. И это, конечно, ну такое большое фестивальное движение внутри сростках. А к четырем часам мы все поднимаемся на гору и обращаем свое внимание на сцену, где мы узнаем, кто же стал победителем кинофестиваля, где мы уже знаем, но будет вручена губернаторская шукшинская литературная премия. Ну и, конечно, мы увидим всех тех замечательных артистов, которые к нам приедут. А на финал к нам приедет еще очень дорогой гость Мария Васильевна Шукшина. Ее не будет вначале на красной дорожке, но на малую родину отца она приезжает. Приезжает с одним из своих сыновей. Евгения, мы уже говорили в начале, что год юбилейный, 95-летие Василия Макаровича, и мы отмечали в течение всего года это событие. Та же творческая лаборатория в Театре драмы проходила. Это шукшинскими днями. Заканчивается 95-летие Василия Макаровича, или дальше мы еще будем продолжать праздновать? Да, у нас следующее крупное событие, посвященное юбилею Шукшина, это в сентябре театральный фестиваль его же имени. Мы этот фестиваль решили проводить раз в пять лет, и первый раз мы его провели к предыдущему юбилею. В этот раз он немножко изменился. С одной стороны, у нас есть афиша привычных спектаклей по рассказам, по прозе Шукшина, а с другой стороны, у нас есть афиша, которая появилась в результате лаборатории. Это произведения, созданные по биографии, по каким-то темам, связанным с Шукшиным. И театр драмы в этом году нам представляет премьеру, которая родилась в результате этих лабораторий, сначала сценарной, потом режиссерской. Это премьера, посвященная матери Василия Макаровича Шукшина. Эскиз назывался, называться будет «Ангел мой», «Андел мой». Вот у Шукшина так написано через другую букву. И поскольку все мы читали пьесу, видели эскиз, то точно уже можем сказать, что люди и искушенные, и знающие хорошо биографию, и с Ростинцей, и та же директор музея Шукшина, и случайно пришедшие на этот показ, потому что она была открыта, можно было бы просто прийти, купив билет, они были под впечатлением, и мы даже, знаете, с трудом обменивались мнениями после этого показа. Мне кажется, это прекрасная, такая свежая, искренняя струя, которая войдет в репертуар, и, конечно, посмотреть можно будет не только в рамках премьеры, это спектакль, который останется у нас в репертуаре. Ну, а на фестиваль приедут и другие театры, причем замечательные, из Санкт-Петербурга, из Луганска, мы ездили же в Луганск, вот они с ответным визитом, у них, оказывается, есть Шукшин в репертуаре, приходишь в Луганский театр, а там светлые души. Василий Макарович, Шукшин, они с этим спектаклем приезжают к нам. Поэтому на фестивале тоже будет что выбрать. Уже сформирована афиша, на сентябрьские фестивальные спектакли уже билеты выставлены в продажу, поэтому можно, в принципе, уже сейчас планировать свою театральную осень, потому что, конечно, перед премьерой может билетов уже не быть. Да, и до интервью мы с вами говорили, что очень символично, что на осень это приходится, потому что у Марии Сергеевны, у мамы Василия Макаровича осенью день рождения тоже. И как-то мы, вот, наше журналистское множество впечатление, что так подробно о ней не рассказывали. И вот, наверное, спектакль будет компенсация нашей недоработки. Да, причем, знаете, лаборатория же не имела такой цели, потому что собирались драматурги, которые писали то, что они, ну, то, что их затронет. Потом зрители голосовали за эти эскизы. И мы не знаем, что напишет драматург, и мы не знаем, что выберет зритель. И получается, что вот через весь этот фильтр рождается спектакль, посвященный именно матерью. Ну, это какое-то проведение, я считаю. Ленгин, спасибо большое. К сожалению, у нас время ограничено. Я напомню, что в эту субботу в регионе стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае. О событиях, которые нельзя пропустить, мы говорили с министром культуры Алтайского края Еленой Евгеньевной Безруковой. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.